После того, как у нас лак глянцевый полностью высох, пришло время перейти к следующему этапу. Этим этапом будет смывка. По поводу смывки на самом деле очень часто возникают, особенно у начинающих трудности. Хотя, на самом деле, если соблюдать буквально пару простых правил, то никаких проблем не будет. И этап этот будет достаточно простой. Просто нужно понимать, что делать и как делать. Ну, а с эту задачу я как раз хотел бы сегодня и решить. Значит, кроме самой модели, нам понадобится смывка. Мне вот нравится вот такая простая, там есть кисточка. На самом деле, смывок множество разных. Началось всё с MIG Productions. Сейчас их, соответственно, делает и АММИК, и АК, и ещё много-много кто. Но, повторюсь, Томмия хороша тем, что у неё есть кисточка. Ну, и по цветам она достаточно приличная. Опять же, если останавливаться на цветах, то Dark Brown, тёмно-коричневые смывки этого оттенка нам будет, в общем-то, достаточно для 90, наверное, процентов наших работ. То есть, тёмно-коричневой смывкой можно покрывать практически любые танки. То есть, зелёные гаммы, жёлтые гаммы, даже серые гаммы, такого цвета смывка будет выглядеть достаточно органично. Понадобится нам кисточка двоечка или единичка колонок, которую не совсем жалко, не самая свежая. И, соответственно, нам бы понадобилась хорошая единичка колонок, если бы у нас не было кисточки в самой смывке. Понадобится нам разбавитель. Любой, в принципе, можно использовать вот такой вот разбавитель, слабопахнущий на основе White Spirit. Главное, чтобы он был хорошо очищен. Можно использовать даже те же самые White Spirit из строительного магазина. Главное, чтобы они, опять же, были очищены, чтобы они хорошо работали. То есть, нужно попробовать на незаметном месте. Либо, если вы не хотите вонять на всю квартиру, есть вот такое вот решение от АК, от Дерлис Финнер. Это, на самом деле, тоже какой-то White Spirit, но просто очень хорошо очищенный, практически без запаха. Но, опять же, на мой взгляд, он не такой едкий, как вот этот вот самый, например, Санетовский. Поэтому я, в основном, пользуюсь вот таким. Понадобится нам небольшая емкость, куда мы будем наливать наш разбавитель, желательно стеклянное, чтобы ее не разъело. И обычные салфетки для того, чтобы промакивать кисточку. Смывку как следует промешиваем. Желательно туда кинуть металлических шариков, чтобы она была равномерная. Когда хорошо промешали, открываем. И сразу именно с Томиевской есть небольшой секрет. Вот я покажу, так ее боком повернем. Ее нужно вот так вот провести, вот эту пластиковую палочку, обортик. Для того, чтобы у нас излишки стекли в банку. Потому что здесь у нас может скапливаться смывка. И в определенный момент жирная капля у нас упадет на модель. И нас совершенно огорчит. Поэтому, соответственно, нужно вот отсюда излишки убирать. Также, при необходимости, мы можем убрать излишки и об салфетку. Опять же, главное, чтобы не было слишком большой, слишком жирной капли. После того, как мы считаем, что у нас уже на кисточке смывка достаточно хорошей консистенции, можно наносить на модель. Значит, идеологически, каким образом мы будем действовать? Мы обойдем все заклепки, пройдемся по всем щелям и впадинам. И, соответственно, аккуратненько обойдем сварные швы. То есть, нам везде нужно выделить рельеф. Вообще, надо понимать, что смывка – это элемент выделения рельефа. Многие считают, что раз у меня танк новый или парадный, то и смывка ему не нужна. Это решение в корне неверное, поскольку смывка, прежде всего, показывает игру света и тени, и каких-то затемнений в углублениях. Поэтому новый у вас танк на параде или он уже там три месяца где-то лежит в болоте – неважно. Все равно смывка именно для подчеркивания рельефа нам всегда будет нужна. Там интенсивность ее – вопрос другой. Но, тем не менее, именно чтобы подчеркнуть поверхности, она просто необходима. Ну, соответственно, мы находим какие-то места, где у нас есть выступающие части. Ну, вот, например, вот эти вот на ходовой части. Вообще, рекомендую начинать с ходовой части. Мы все равно, скорее всего, пачкать будем. Поэтому здесь очень удобно тренироваться. Вот мы с бачка подводим и видим, что за счет хорошей глянцевости поверхности у нас смывка сама огибает при легком касании весь наш рельеф. Почему это происходит? Потому что мы хорошим слоем положили глянцевый лак. За счет этого у нас смывка не разбегается по всей поверхности, а скапливается в углублениях. То есть, именно поэтому крайне необходимо именно тщательно наносить глянец. Потому что, если бы у нас не было бы глянца, у нас смывка по всей поверхности бы разошлась и превратилась бы в неаккуратную грязь. А нам это совершенно на данном этапе не нужно. Поэтому тщательно наносим глянцевый лак, чтобы поверхность была обязательно блестящая. Причем вся, где мы собираемся наносить смывку. То есть, если мы где-то забудем нанести глянец, естественно, этот момент у нас на этапе смывки вылезет. Понятное дело, что если у нас там где-то растеклось не так, как мы хотим, это все тоже можно исправить. Хотя, если поверхность у нас глухая, матовая, то исправить это будет практически невозможно или очень тяжело. Поэтому перед смывкой всегда убеждайтесь, что у вас танк глянцевый. Иначе будет плохо. Ну, собственно, таким способом мы проходим все выступы. Стараемся на верхнюю часть деталей не заезжать. Сразу скажу, что на самом деле существует несколько различных видений того, как делать смывку. То есть, некоторые, особенно частенько я вижу это у авиаторов, просто заливают всю модель прям вот целиком, а потом ватной палочкой стирают излишек или там ватным диском. Ну, мне кажется, для нашего для брони этот способ не совсем подходит, потому что, во-первых, у нас много мелкой деталировки, которую можно просто оббить, если мы будем там что-то ватным диском стирать. Это все-таки не крыло самолета. Во-вторых, ну, этот метод более грубый, соответственно, его надо стараться избегать. Вообще, в смывке тут всегда как? Чем аккуратнее нанесли, тем меньше работы потом. Если нанесли сейчас неаккуратно, значит, мы устанем собирать излишки, что тоже, соответственно, не очень хорошо. Поэтому, на мой взгляд, лучше сразу делать аккуратно и потом оставлять себе меньше работы, чем делать, стараться поспешить, но зато потом сходить с ума от того количества работы, которое надо будет выполнить, чтобы убрать излишки. Ну, вот примерно таким образом. То есть, мы прошли ходовую часть, и за счет этого она уже, конечно, станет у нас чуть более контрастной, у нас проявятся тени, станут более интенсивными и так далее. Если вам не нравятся результаты, если он кажется недостаточно контрастным, в принципе, всегда можно немножечко добавить. И, опять же, настоятельно рекомендую как можно чаще, как можно регулярнее взбалтывать банку, потому что смывка, как и фильтр, она очень быстро оседает. Когда у нас жидкость вся на модели немножечко подсохнет, а я не рекомендую, кстати, большими кусками проходить, я считаю, лучше там взять вот борт, тщательно его сделать, взять еще какой-то кусочек и тщательно его сделать, а не заливать смывкой весь танк, а потом пытаться вспомнить, а где же мы ее еще наносили. Потому что здесь есть важный момент, сейчас мы будем удалять излишки смывки, и вот этого делать нигде никогда нельзя забывать. То есть, если мы забудем удалить излишек смывки, он у нас останется под лаком, и это будет не очень хорошо. Значит, в чем суть работы? Мы берем разбавитель, аккуратненько смачиваем им кисточку, и находим места, где у нас смывки, например, было слишком много, или она попала на верхнюю поверхность, или еще где-то она вылезла, где ее быть не должно. И аккуратно вот такими вот движениями подгоняем ее туда, где она должна быть, оттуда, где ее не должно быть. Тут, в общем-то, все, на мой взгляд, достаточно логично. Вот мы покрывали верхнюю часть, вот можно по самой вот этому вот бортику выступающему легонечко тоже пройтись, и по колесу тоже можно немножечко подогнать вот нашу смывку именно к бортику. То есть, в общем-то, ничего сложного, но главное не забывать это делать, потому что сейчас на клянцевом лаке наша смывка выглядит не очень контрастно, но когда мы покроем модель матовым лаком, у нас везде все то, что мы недоубрали, везде, как вся какие-то грязь по марке смывки, они очень контрастно вылезут. То есть, матовый лак очень сильно проявляет дефекты смывки. Почему? И нужно крайне внимательно всегда смотреть, когда мы делаем смывку, чтобы нигде не оставить ни растушеванных, ни убранных моментов. То есть, за этим всем обязательно внимательно следите, ни в коем случае не оставляйте излишки смывки под матовым лаком. Иначе удалить их оттуда сложно, а выглядят они, конечно, плоховато. Так, ну, в целом, вот опять же, то, о чем я говорил, если мы аккуратно наносим первый слой, то процесс уборки излишков, он совсем у нас уже будет несложный. То есть, буквально тут несколько движений, каких-то мы удаляем, вот где-то она подвылезла сильно. Так, в целом, все достаточно просто. Напоследок я оставил переднее колесико. Мы его делали в последнюю очередь. Соответственно, тут тоже могло где-то немножечко недопросохнуть. А удалять излишки, конечно, нужно, когда уже смывочка немножечко подсохла. Иначе она просто смешается с white spirit, и никакого нужного нам эффекта не будет. Ну, собственно, вот. Так, чтобы не отблескивало. Наверное, вот как-то вот так вот появился небольшой рельефчик именно в тенях, в заглублениях и так далее. Конечно, теоретически можно было бы сделать смывку вот здесь вот на вот этих вот элементах, вот здесь вот на держателях для поддерживающих каточков, вот здесь вот. Но, честно говоря, здесь только ради тренировки имеет смысл это делать, поскольку мы потом танчик будем довольно интенсивно все-таки пачкать. Поэтому эти места обычно у нас все равно достаточно грязные, и там смывку мы делаем исключительно из соображений потренироваться. Теперь можно ради примера для краткого варианта сделать борт. Давайте ее еще немножечко помешаем. Значит, на борту сделаем мы вот эти вот сварные шовчики и держатели головки болтов по сварным швам. Ну, тут все вообще достаточно просто. Мы аккуратненько вот так вот проводим вдоль шовчика с обеих сторон. Касательно вот этих вот головок, то тоже вот аккуратненько прямо сверху на него нажимаем, и у нас смывочка сама растекается. Ну, и вот этот сварной шов давайте тоже пройдем для наглядности, чтобы у нас их два было. Вот. И можно пройтись... В этом танке, кстати, не так уж много каких-либо щелей расшивки. Тут будет достаточно сложно показать, но можно попробовать вот, например, вот здесь вот на стыке верхней плиты и лобовой плиты точно так же. Мы вот аккуратненько опускаем. И видите, ну, надеюсь, что видно, у нас смывка начинает прямо разбегаться по поверхности. Вот я попробую вот так показать. Вот она сама прямо растекается. Это эффект, он, опять же, повторюсь, он проявляется тогда и только тогда, когда у нас хороший глянцевый слой. То есть здесь даже убирать излишков-то будет практически не нужно. Именно за счет того, что у нас первый базовый слой хороший. Ну, и опять же, я думаю, видно, как у нас стал выделяться сварной шов. Вот особенно кормовой, да и вот этот тоже. Сейчас мы их аккуратненько подкорректируем точно так же кисточку в разбавитель и стараемся подгонять излишки прямо к краешку. Вот таким вот образом. С одной стороны. С другой стороны. Пока смывка не совсем высохла, она достаточно легко корректируется. А теперь можно аккуратненько по самой верхней поверхности пройтись и удалить именно избыток на выступающих частях, чтобы у нас тень осталась именно в глубинах. Ну вот, примерно таким образом. Опять же, повторюсь, на глянце сейчас очень плохо видно результат. Он здорово проявится, когда модель у нас будет в матовом лаке и уже высохнет. Теперь проходим по заклепкам тоже. Просто сверху удаляем излишки для того, чтобы на заглублениях они у нас в обязательном порядке остались. При необходимости вот такими движениями, подгоняющими, подталкиваем смывку опять же к нашей выступающей части. Проходим сварной шов. Убираем излишек здесь. Убираем, если возник излишек, вот здесь. Ну и, собственно, по этой части тоже, на мой взгляд, все готово. Все, мне кажется, достаточно хорошо понятно. Также мы здесь наносили, ну вот тут микропятнышко образовалось. Мы его легко удаляем. Собственно, все вот именно в таком режиме, именно в таком стиле мы и продолжаем работу по всем оставшимся выступающим частям на корпусе. Теперь сделаем башню. Принцип абсолютно такой же. То есть заливаем в щели, обходим все выступы и подчеркиваем рельеф. Смывочку обязательно еще раз промежуточно взбалтываем. Убираем излишки смывки отсюда с держателя кисточки и, в общем-то, по тому же самому принципу. Процесс довольно, вообще, надо сказать, однообразный. И, мало того, я обратил внимание, что я чуть ли не на каждом втором этапе говорю о том, что у нас довольно однообразные унылые процессы. Но таков уж моделизм. Тут ничего не сделать. Действительно, мы вынуждены делать много монотонной работы. С другой стороны, это, в общем-то, суть нашего хобби. И без этого, к сожалению, очень тяжело добиться какого-то хорошего результата. С другой стороны, ну, можно и относиться к этому по-другому. Ведь, действительно, когда мы делаем какую-то спокойную монотонную работу, у нас, в общем-то, отдыхает мозг. Можно подумать о чем-то приятном, о чем-то поразмышлять и, в принципе, вот таким образом немножечко перезагрузиться. Поэтому, отчасти, это даже неплохо. Главное, что когда мы будем о чем-то там отвлеченном думать, делая эту работу, надо продолжать делать ее тщательно и хорошо. А не так, что тяп-ляп, мы что-то наляпали, отвлекшись, а потом думаем, как там это все исправлять. Вот поэтому, соответственно, концентрацию, конечно, терять тоже ни в коем случае нельзя. Испортить что-то на этом этапе мы можем только если у нас недостаточно глянцевая поверхность. Если у нас поверхность матовая, да, смывка может въесться намертво, и ничего мы с ней уже не сделаем, и останется она у нас грязью. Причем грязью такой, которая будет выглядеть совершенно неестественно. Поэтому, соответственно, если у нас поверхность недостаточно глянцевая, это в случае неудачной смывки может привести нас к необходимости перекраса. А этого надо всегда избегать. То есть, ну, перекрас это, грубо говоря, начало всей работы с нуля. Это, в общем-то, такое признание поражения и признание того, что предыдущие все шаги мы сделали впустую. Но иногда это тоже, к сожалению, необходимо. Поэтому всегда, когда мы приступаем к любому этапу работы над моделью, ну, тут как самураю, да, надо всегда быть морально готовым к тому, что, может быть, все пойдет как-то не так, и придется все делать с нуля. Относиться к этому надо философски, то есть, по максимуму стараться избегать. Ну, если уж произошло, ну, что делать? В конце концов, с каждым бывает даже, наверное, у самых именитых моделистов, у самых грандов моделизма, были такие случаи, когда им приходилось начинать работу с моделью заново, потому что что-то шло не так. Теперь, опять же, аккуратненько удаляем излишки, подгоняем все то, что разъехалось к нашим выступающим частям, к швам, убираем где-то, если образовалась неопрятная грязь от смывки. Ну, и, в общем-то, вот таким же стандартным способом проходим всю поверхность. То есть, с одной стороны нужно убрать излишки, с другой стороны нужно сделать так, чтобы все-таки в углублениях, в каких-то выступах и так далее смывка у нас осталась. То есть, здесь главное работать аккуратно. Главное смотреть, что мы делаем, а не просто махать кисточкой. Если мы просто машем кисточкой, то с высокой долей вероятности мы уберем вообще всю смывку и вернемся к исходной позиции. Естественно, это будет значить то, что мы работу сделали зря, время потратили зря. Это, конечно, не очень хорошо. Поэтому старайтесь все-таки следить за тем, как вы убираете излишки, то есть, чтобы не снять смывку всю целиком. Но, опять же, если где-то точечно мы слишком много убрали, то вполне можно просто взять и опять аккуратненько смывочки добавить. Здесь процесс полностью обратимый, благодаря глянцевому лаку, который у нас не взаимодействует с вайдспиритом. Так, ну, собственно, с уборкой излишков на башне тоже в целом закончено. Понятно, что когда немножко подсохнет, я еще посмотрю свежим взглядом. Но, в целом, я думаю, что суть точно так же, как и на корпусе нам здесь совершенно ясна. То есть, наносим на выступающие части, потом аккуратненько к ним подгоняем излишки. И, в общем-то, все. Потом смотрим, не осталось ли где-то помарок. Последнее, что нам осталось, это мелочевка. На мелочевке тоже крайне важно не забывать делать смывку, а перед этим, естественно, крайне важно эту самую мелочевку покрывать глянцевым лаком. Ну, естественно, я не буду показывать все. Я думаю, что я покажу один каточек, одерживающий, и покажу что-нибудь из шансового инструмента. Ну, по каточку здесь, на мой взгляд, все совсем просто. Мы просто берем аккуратненько и вот так вот, опять же, еле-еле касаясь, аккуратненько проводим вот здесь вот по выступающим частям, по заклепкам и аккуратненькую точку ставим на центральной заклепке. Ну, и вот, например, на этой ручке тоже можно показать. Мы берем и вот здесь вот около краев, около мест стыков добавляем немножечко смывки. Во-первых, нам это даст нужную здесь тень. Во-вторых, это нам позволит немножечко скрыть границы цветов, если особенно вы их не максимально аккуратно нанесли. Теперь кисть в разбавитель. Чуть-чуть ее промакиваем об салфетку. Аккуратно вот таким движением, чтобы у нас кисточка не залезала в самую глубину. Ну, берем. Немножко не до конца подсохло. В данной ситуации это не страшно. Аккуратненько снимаем излишечки. С тем, чтобы они у нас остались только в самых углубленных местах. Ну и здесь тоже равномерненько разотрем, что даже если какие-то микроследы от смывки остались, у нас их было незаметно. Аналогично делаем вот эту ручку. Берем просто и смывку аккуратненько подгоняем к ручке, к держателю. Здесь вот у меня немножечко смывка попала на сами держатели. Тоже ее аккуратненько удаляем. И вот, собственно, таким вот нехитрым способом у нас и граница будет уже не так явно видна, граница цветов, особенно если мы ее где-то там не очень удачно сделали. И у нас появится опять же тень именно там, где она нам нужна. Собственно, вот таким же образом мы, соответственно, обработаем оставшиеся каточки, звездочки, инструмент и прочее. Ну, показывать это смысла нет никакого, потому что делается там все абсолютно аналогично. В качестве бонуса хотел бы показать еще один способ, как можно сделать смывку. Значит, этот способ я называю ленивым, поскольку он требует гораздо меньших затрат сил и времени, но, с другой стороны, и результат, конечно, не такой хороший. Это значит, что он вполне подходит, например, где-то для ходовой части, особенно если мы планируем ее сильно пачкать, где мы не уверены, что все будет видно. То есть на внешних, на явно видных поверхностях, на мой взгляд, этот способ не так уж хорош. И также второй момент, когда он может применяться, это когда мы понимаем, что у нас поверхность совсем матовая, краска от смывки слишком сильно растекается, и, соответственно, нужно сделать так, чтобы смывка хоть как-то собиралась на поверхности. Значит, в этом случае как мы будем действовать? Мы действуем немножечко так в обратном порядке. Сначала мы покрываем деталь тонким слоем разбавителя. Ну, опять же, важно, чтобы у нас лак хорошо держал разбавитель, чтобы он от этого хлопьями не пошел. Далее мы берем и тонким слоем проходим всю поверхность. Вот где у нас есть выступы, все мы и пройдем. Тут можно даже побольше добавлять, поскольку она достаточно хорошо растекается. И также внутреннюю поверхность, вот эти вот выступы, заклепки, вот это все. И мы видим, что за счет того, что у нас поверхность была заранее смочена разбавителем, причем разбавитель этот не очень быстро сохнет, за счет этого она как по глянцу, вся смывочка аккуратно разошлась. Теперь мы этот эффект буквально аккуратненько корректируем, то есть еще больше подгоняем нашу смывку к выступающим частям, к заклепкам и так далее. Вот буквально в несколько таких простых движений. Убираем излишки, проходимся здесь тоже, стараемся подогнать к краешкам ребер всю ту смесь, которая у нас образовалась. Ну и вот, я думаю, видно, что в принципе в грубом таком приближении тоже смывка у нас осталась в основном именно вокруг выступающих частей. Повторюсь, способ не настолько хороший, не настолько тщательно контролируемый, как именно когда мы аккуратненько все насухо проходим, но для тонировки больших поверхностей, для тонировки нижней части техники, ну либо для какой-то работы, которую вам надо сдать прямо завтра, супер срочно, этот способ вполне себе подходит. Единственное, что нужно добиться полного все-таки высыхания разбавителя и опять же можно где-то провести уже на сухую небольшую корректировку. Ну, в целом тоже такой способ нанесения смывки есть. После того, как наша смывка немножечко подсохла, после того, как самое главное, мы убедились в том, что нигде у нас неубранных излишков смывки не осталось, мы переходим к финальному элементу нанесения смывки. Это закрытие ее матовым лаком. И это, в общем-то, наш финальный слой лака на танке. Больше лак мы наносить на нее не будем. Наносить лак будем при помощи аэрографа. Как обычно, разбавитель для акрилов томиевский и томиевский же матовый лак XF-86. На самом деле, я в последнее время пользуюсь нитролаками, но для начинающих особенно, на самом деле, лучше акриловый, поскольку они более предсказуемые. Проблема акриловых лаков матовых в том, что они могут оставлять белесые точки, если их плохо промешать. Соответственно, промешиваем очень тщательно. Ну, я уже набрал смесь в шприц. Как всегда, мешаем пополам. Тут все стандартно. Перед тем, как нанести его в аэрограф, еще раз тщательно промешиваем. Ну и приступаем. В общем-то, совершенно стандартно. Наша задача добиться равномерно матовой поверхности, то есть смотрим на отблеск и следим за тем, чтобы у нас все становилось матовым. Наносим мы лак равномерно, тонкими слоями. Всегда рекомендую работать попанельно, то есть выбрали какой-то кусочек, нанесли. Все время контролируем отблеск, чтобы не было слишком глянцевым, слишком ярким слой нашего лака. То есть стараемся наносить равномерно и таким чуть-чуть суховатым, потому что если мы будем надувать мокрый слой, то при высыхании этот самый матовый лак станет глянцевым. В этом, в общем-то, некая проблема акриловых матовых лаков в том, что они являются, по сути, глянцевым лаком с матирующей присадкой. Именно из-за того, что большие куски этой присадки начинают скапливаться, у нас появляется белесость. Именно из-за непромеса появляются белые точки. Но и, в принципе, если мы наносим лак слишком толстым слоем, то он становится на поверхности чуть-чуть глянцевым. Поэтому аккуратненькими, тонкими слоями равномерно, аккуратно все проходим, контролируем всегда на отблеск. В этом плане очень удобно. Глянец очень яркий, а мат получается уже такой глуховатый. Нужно аккуратно все это нанести. Сразу скажу, что акриловые матовые лаки не дают прямо совсем глухой матовой поверхности. Если нужен совсем глухой мат, то у АК есть ультрамат. Очень хороший на водяной основе. Но он, к сожалению, механически не очень прочный. В случае с акрилами, они механически прочные. Их можно тереть там кисточкой, когда они высохнут. Но все, что угодно с ними делать, ничего ими не будет. На пальцах они не останутся. Именно поэтому я для, так сказать, начинающих рекомендую все-таки акриловые лаки. То есть, несмотря на то, что они чуть хуже по поверхности, которую они дают, тем не менее, по своим, так сказать, потребительским свойствам они гораздо лучше. Ну вот, когда у нас поверхность стала более-менее равномерная, более-менее матовая, без каких-то совсем ярких отблесков, в целом можно считать, что процесс нанесения на этом закончен. Абсолютно аналогичным образом делаем башню. Добавляем лак. Перед добавлением обязательно еще раз встряхиваем. Я напоминаю, что лак должен быть у нас очень хорошо промешан. И точно так же равномерным, тонким, аккуратным слоем начинаем наносить. Когда наносим лак, сильно стараемся на гашетку не давить. Держать аэрограф желательно не очень близко от модели, но, правда, и не слишком далеко, чтобы он не успевал подсохнуть на лету. Все время контролируем. Если видим, что после прохода где-то еще остались глянцевые куски, чуть-чуть увеличиваем расстояние, буквально на пару сантиметров, и делаем еще один легкий такой полусухой проход. Ну, до тех пор, пока поверхность не станет совсем матовая. Если же где-то мы, опять же, у нас прямо мокрый слой получился, даем ему подсохнуть пару минут, и после этого, опять же, сверху с более дальнего расстояния делаем еще один небольшой полусухой проход для того, чтобы его перекрыть. Последнее, что нам остается, это мелочевка. На ней точно так же аккуратно делаем тонкий равномерный слой одним проходом. Когда красим мелочевку, крайне важно тщательно пройти ее со всех сторон, нигде ничего не забыть, нигде ничего не пропустить. Хотя, на самом деле, опять же, с мелочевкой чуть проще. Почему? Потому что мы даже перед тем, как ее ставить окончательно на танк, можем со всех сторон на нее, опять же, посмотреть, внимательно найти, может быть, какие-то места, где у нас лак не попал, и их доделать. И еще всегда надо, конечно, учитывать то, что воздух из аэрографа распространяется строго прямолинейно, поэтому нужно крутить детали со всех сторон. То есть, облака большого, когда мы грунтуем баллоном, не возникает. Соответственно, нужно со всех сторон, все выступающие части, все какие-то выступы и прочее аккуратно пройти, нигде ничего не забыть. Но, опять же, я думаю, технология проста и достаточно понятна. Ну вот и с мелочевкой закончено. Аккуратно тоже одним слоем закрываем. На металлических деталях можно без фанатизма, они, в принципе, могут и поблескивать. На дереве, конечно, нужно, чтобы поверхность стала абсолютно матовой. Ну вот и наша стандартная рубрика, что делать, если что-то пошло не так. Вот здесь вот я на передней части обнаружил нерастушеванную смывочку. Пока у нас все это намертво не высохло, берем быстро кисточку, опускаем ее в разбавитель и аккуратно растушевываем. Пока лак намертво не встал, это все не проблема. Кисточка достаточно жесткая, но ничего страшного. Все должно у нас уйти и, собственно, вот оно видно, как уходит. Главное не затягивать. То есть, если это сделать в течение 10-15 минут или сразу же при нанесении, то все будет хорошо. Если затянуть, то лак может встать и это приведет к весьма неприятным последствиям. Ну и вот, собственно, все очищено. Теперь дадим этой поверхности высохнуть в обязательном порядке и после этого покроем еще одним слоем матового лака. Почему нельзя покрывать сразу? Потому что, если у вас останется невысохший разбавитель, он все равно рано или поздно подсохнет, но если он подсохнет под слоем лака, то, соответственно, там останется воздух и будет неприятное такое серебрение, такой эффект, как будто что-то есть в поверхности. Нам, естественно, этого надо в обязательном порядке избегать, поэтому тщательно сушим, желательно полдня. И после этого еще тонкий слой матового лака на это место и все, на этом заканчиваем. Ну и, в общем-то, вот таким нехитрым способом мы весь наш танк покрыли матовым лаком. Ну, возможно, я еще без камеры где-то посмотрю, пару точечек найду, куда лак не попал, но я думаю, что технология совершенно очевидна и ясна. После нанесения матового лака оставляем всю эту красоту сохнуть, желательно еще на сутки и переходим к следующему этапу. Следующий этап уже будет практически финальный, это пигменты, и он достаточно индивидуальный в зависимости от времени года и театра военных действий, которые вы выбираете. До этого все этапы были практически универсальными. То есть, в целом, на вот таком уровне, на состоянии до пигментов, в принципе, работы с моделью, я думаю, достаточно. Все, что необходимо сделать было, мы сделали.